Уважаемые друзья, тогда разрешите мне поприветствовать вас и открыть наш круглый стол, который посвящен вопросу женского лидерства. И наша площадка проходит на площадке Центра политико-правовых исследований, которая проводит данное мероприятие. Ну и теперь я бы хотела перейти к нашему контексту. В свете этой глобальной такой ситуации хотелось бы проанализировать все, что происходит и как обстоит дело с лидерством женщин у нас в Кыргызстане. Мы первая страна в Центральной Азии и мы первая страна в СНГ в силу обстоятельств, создавшая президент женщины-президента. И возможно у наших экспертов у вас есть анализы по поводу того, что это дало нам. Какие результаты были достигнуты благодаря президентству женщины? Насколько продвинулась женская повестка в нашей политике, в нашей жизни? И сколько женщин она привела в политику? Прежде всего хочу поблагодарить за возможность участия в сегодняшнем формате, очень интересном. Я хочу сказать, что вообще до конца 20-го столетия проблема лидерства изучалась как гендерно недифференцированная, поскольку лидерство вообще ассоциировалось с понятием мужчина. И интересно высказывание знаменитого бизнес-тренера, который сказал свое мнение, Саймон Синека, сказал о том, что чего не хватает сегодня в мире, так это не только и не столько женщин-лидеров, сколько лидеров, способных управлять как женщины. То есть сегодня очевидна вот эта разница в управлениях, в инструментах, которые используют лидеры обоего пола. И вот я бы хотела сказать, что рассматривая лидерство как качество или как модель, которая обеспечивает вот такие передовые позиции, сегодня от женщин-лидеров автоматически уже в экономической или в политической или в социальной жизни ждут какой-то эвристики, каких-то открытий. То есть женщина-лидер, она должна обеспечить не просто выживание, она должна обеспечить процветание, расцвет, какой-то рывок. Тут есть ряд препятствий, да, и я думаю, Кыргызстан не является уникальным чем-то в этом смысле, поскольку вот если мы сфокусируемся на политическом лидерстве, вот в преддверии президентских выборов, можно сказать, что понятно, и это обсуждается в обществе, это, так сказать, уже общепризнанно экспертами, различные, ну, как сказать, способы, что ли, политической социализации, да, мужчин и женщин, социальная структура общества, разные жизненные, так сказать, стартовые, да, позиции мужчин и женщин, условия, все это, социокультурные факторы, все это, так сказать, препятствует лидерству женщин. Это не только качественно, но и количественно, если на входе, вот, нынешний созыв парламента было, по-моему, до 26% женщин в составе парламента, сейчас их 17%. То есть партии научились, как бы, да, выдавливать, есть разные ходы, значит, внутрипартийные, да, да, и внеформальные какие-то, неформальные инструменты, которые активно используются для выдавливания женщин из собственных, да, партий, вот, поскольку они были вынуждены играть по правилам, которые привели женщин, да, в партии. Но дело в том, что сегодняшняя статистика, как я уже сказала, с парламентом, да, и на местных выборах, на местных выборах, вот, последние выборы показали снижение на 2% женщин на местных уровнях. И если раньше было, значит, 70, значит, Ай-Люк-Мэту, в которых не было вообще женщин, число их увеличилось до 80, вот, это настораживает. Это означает, что есть откат назад в этой политике равенства возможностей. Это означает, что усиливается радикализация общества, усиливаются патриархатные установки, да, которые, вот, так сказать, не содействуют, да, а напротив рассматриваются как такие уже серьезные новые барьеры, новые вызовы, да, препятствия для того, чтобы женщины могли расти, да, и, так сказать, применить, равно как и мужчины, так сказать, здравый смысл, да, в большой, вот, в большой политике, ну, или политике на местном уровне. Очень поддерживаю, в общем-то, то, что Анара сказала до этого, ну, я, пожалуй, дополню, наверное, да, вот, в плане политического лидерства женщин. Ну, вот, как правильно Анара тоже отметила, да, и, впрочем, как бы все, да, мы понимаем, что на протяжении многих столетий, как бы в истории сложилось так, что, к сожалению, вот политика, она всегда оставалась такой монополией мужской, да, женщин практически в политике не было, хотя есть, конечно, примеры, вот, когда императрицы были, королевы, но, в целом, как бы, основную часть политической элиты всегда составляли мужчины, и поэтому женщина, она была, как бы, такой маргинальной частью в политике. Поэтому, вот, до сих пор, когда обсуждается женское политическое лидерство, это довольно чувствительный вопрос, тем более, вот, в нашем контексте Кыргызстана почему-то чувствительный, потому что, вот, это связано, вот, как Анара отметила, с усилениями патриархатных тенденций, традиционалистские ценности, как бы, да, снова одерживают вверх, если, например, в советское время была достигнута какая-то эмансипация, скажем, да, светская женщина, то теперь мы видим, что старые ценности, как бы, уже не работают, общество находится в таком состоянии аномии, да, то есть нет новых норм или они очень противоречивы, и вот в таком состоянии, конечно, очень легко внушать людям о том, что гендер, вообще гендерное равенство в политике, политическое участие женщин в политике, что это, в общем-то, такой иностранный концепт, да, что он пришел с Запада, там, с либеральной демократией, что он вообще чушь нашей кыргызской культуры и так далее, поэтому, конечно, вот эта общественная установка, она играет тоже очень большую роль в плане, вот, именно потенциала, вот, наших женщин-лидеров, вот, и действительно, даже в других странах, да, например, вот, в Европе, там, в западных странах, вот, как Гульмира, вы вначале говорили о том, что вот только в последние десятилетия, да, наметился такой прорыв, как бы, да, когда женщины, значит, становятся, там, главами государства, главами правительства, хотя, в общем-то, эта тенденция, нельзя сказать, что она прямо вот такой взрыв произошел, да, уже с 60-х годов такая тенденция наметилась постепенно, вот, если брать, например, статистику после Второй мировой войны, то там получается, что после Второй мировой войны в целом где-то более 80 женщин во всем мире стали главами государств и правительств. К этому, добавить еще к этому числу, можно добавить и женщин, которые возглавляют, там, Министерство обороны, допустим, да, Министерство иностранных дел, Министерство финансов, которые считаются классическими мужскими такими министерствами, да, потому что, вот, даже из нашей истории мы знаем, что наши женщины, политики, они, ну, всегда, как бы, их распределяют на социальный сектор, да, вот, у нас никогда не было женщины-премьер-министра, но у нас есть вице-премьер-министры, которые, значит, отвечают за социальный блок. Или, как обычно, вот у нас, например, допустим, женщины возглавляют, там, Министерство образования, там, Министерство здравоохранения иногда, да, может быть, Министерство социального развития, труда, там, вот такие министерства, то есть, то есть, социальное, как бы, а там, например, те сферы, которые традиционно считаются такими мужскими, там, допустим, Министерство обороны или, значит, Министерство финансов, очень редко, да, значит, возглавляются женщинами. Поэтому такая сегрегация, вот, в политическом плане тоже все равно существует, как и вообще сегрегация, вот, в целом, да, вот, на рынке труда между женщинами и мужчинами. Даже на местном уровне, как мы видим, идет снижение участия женщин, да, вот, в тех же местных кенешах, хотя во всем мире эта тенденция идет наоборот, потому что везде принято считать, что на местном уровне гораздо легче женщинам прорваться, да, вот, во властные какие-то структуры, потому что это все-таки уровень сообщества, их больше знают, они, значит, могут заниматься какими-то делами, вот, но, к сожалению, у нас вот эта тенденция, она тоже такая регрессивная, я бы сказала, в последние годы, то есть и на местном уровне женщины сдают свои позиции, к сожалению. То, что было завоевано, ну, утрачивается, как бы, в настоящем времени. Ну, я продолжу, по относению того, что уже мои коллеги высказали, по некоторым моментам, потому что мы говорим о женском политическом лидерстве, ну, здесь разные есть пространства, разные, как бы, ситуации, в которых можно проявлять или в которых, наоборот, гораздо сложнее проявить или иметь какие-то возможности для женского лидерства. И здесь, конечно, вот, отталкивается от того, что часть, что она говорила по поводу того, что есть определенные проблемы с тем, как конкретный представитель какой-то группы, скажем, женщин может стать лидером или нет, есть конкретные какие-то, может быть, личные обстоятельства, семейные, ну, и так далее, и так далее. Здесь можно, как бы, параллели провести, там, с этническими меньшинствами, слово «зэ» и так далее, потому что есть много разных отягчающих обстоятельств, которые препятствуют тому, чтобы выполнить хотя бы одно из условий, которое позволяет кому-то стать лидером. Ну, обычно их три, там, скажем, тот человек может стать и пойти по этой траектории, которая приведет к каким-то определенным ступеням, ведущим все выше-выше по вот этой лидерской карьере. Второе – это возможно ли какое-то наличие группы поддержки, как это такое, политика у нас по определению, такой групповой процесс. Ну, и третье, как бы, в условиях таких не совсем авторитарных стран, есть ли какая-то сопутствующая среда в обществе, как таковая, которая позитивно может воспринимать и в виде электората, или в каком-то другом качестве служить какой-то другой группой, такой более широкой в плане поддержки. Здесь уже вот мои коллеги высказались на проблему многих, там, культурных норм и так далее, которые, в общем-то, являются достаточно таким сильным препятствием. И здесь, конечно, достаточно сложный процесс, даже с точки зрения того, что, скажем, чья у нас, как бы, какие возможности, у каких групп, даже внутри такой большой женской группы у нас есть. Если электоральные какие-то процессы, институты выполняют представительскую функцию, ну, у нас, скажем, уже прошло, там, лет 20, когда мы в последний раз видели, там, скажем, ну, женщину-узбечку среди депутатов. Ну, то есть, как бы, получается, даже внутри большой женской группы у нас есть разные вариации, у кого есть какие шансы стать лидером. И вот эта большая институциональная, как бы, такая преграда, формальная и неформальная, в том числе, она тоже варианта, исходя из различных культурных особенностей разных групп, которые у нас живут в стране. Ну, и завершая, как бы, свои вот это краткое выступление, я хотел бы, ну, как бы, посмотреть на то, на вообще, что возможно. То есть, вот, Гульмира началась с того, что у нас есть, как бы, вроде такой наблюдаемый какой-то тренд, может быть, что политика меняется, меняются различные возможности. И, вроде бы, идет такой процесс, ну, понятно, у нас, может быть, в транзитных стране несколько другой ход, не совсем соразмеримый с тем, что происходит глобально, но где-то мы все равно примеряем на себя то, что и так происходит во всем мире, такой элемент антиэстеблишмента, там, скажем, и в таком ключе вписываются ли потенциальные женщины, перспективные лидеры вот в эту тенденцию с тем, чтобы реализовать какие-то возможности на то, чтобы стать лидером. Здесь, конечно, ну, много сложностей, но и много, может быть, возможностей. Вот этот разговор, ну, в этом году, в самом случае, тоже интересно происходит, в том плане, что это условное такое столетие суфражистского движения, когда вот какие-то уже определенные победы сто лет назад начали происходить в ряде стран, там, с разрывом, конечно, в ряд, в несколько там разных лет. Если вспомнить, как тогда каким-то образом преподносилось, то первая, как бы, ситуация вовлечения женщин в политику, ну, хотя бы иметь возможность выбирать. Сейчас мы говорим о том, чтобы уже иметь возможность быть выизбранной. Ну, там тогда тоже были разные посылы, почему и как это нужно. Там были те, которые говорили с точки зрения прав. Ну, если мужчины выбирают, почему женщины не могут. Была другая точка зрения такая, ну, не совсем с точки зрения прав, а с условной такой биологической точки зрения. Ну, скажем, женщины приходят, они будут более чистыми в политике, там, скажем. Посмотрите, мы устали от этих мужчин, которые портят очень многое. Была другая точка зрения, там, скажем, или другой фрейм, или рамка, через которую преподносила сама идея. Ну, кто, как не женщина, может лучше представить семью в политике, там, скажем. Ну, получается, просто было много разных групп, у которых были собственные мотивы, почему им нужен был общий какой-то конечный результат. Женщина должна иметь право выбирать. И в какой-то момент, там, скажем, ну, в разных странах, эти разные, по разным мотивам, ведущие к той же самой цели, группы начали находить какой-то общий язык. Вопрос в том, а какие группы у нас в Кыргызстане, предположим, есть, которые думают уже не об этом, это уже давно прошедший этап. А вот почему нам, предположим, ну, Роза Тумбаева и Курман Джандатха, у нас как бы два таких редких примера, которые мы часто апеллируем, это то ли тешит нашу душу, то ли это как раз может служить примером тому, что они, в принципе, возможно и дальше идти. Ну, что можно делать, и какой месседж, или какие, может быть, факторы могут способствовать тому, чтобы кто-то серьезно заинтересовался. Ну, вот про первые три фактора же я как бы говорил, что женщины-лидеры готовы идти, вроде бы они есть. То есть это условие как таковое у нас вроде бы присутствует в какой-то мере. Если группа поддержки, вот здесь сложность. Если у нас более широкое восприятие позитивного общества, здесь тоже есть сложности. Но сложности не означают таких непреодолимых препонов. Вопрос в том, какой может быть потенциальный месседж, который может позволять продвигать женщин-лидеров, которые могут показывать, что те вопросы и проблемы, которые у нас в обществе есть, которые не решались до сих пор, они могут решаться. И общий, может быть, позитивный фактор, который этому всему способствует, это, может быть, и как во всем мире, есть какая-то усталость у людей в мире, но и в Кыргызстане тоже, наверное, по прошествии этих четверти века собственно автономных, независимых политических таких процессов, усталость от привычных таких способов политики, введения политики и тех, кто эту политику как таковую осуществляет. И, может быть, есть такая возможность для женщин-лидеров как раз-таки увеличивается. Вот, к сожалению, вот пока, вот это не только у нас в этом смысле Кыргызстана не уникально, сложилась такая ситуация, что женщины, которые приходят в политику, да, они, к сожалению, если их мало, то они вынуждены подстраиваться вот под существующие нормы и правила, да, а они, как правило, мужские, да. Поэтому вот очень часто можно видеть, что от женщин вроде бы ожидают, что женщина-политика, она будет более мягче, там, более как-то, да, более социальная, там, более гуманнее и так далее, но это зачастую происходит не так. Обычно женщины, которые приходят в политику, она вынуждена меняться, вот. Вот, и она маскулинность приобретает, да, то есть она для того, чтобы быть успешной, она вот приобретает черты, которые, ну, как бы приписывают, да, это, ну, не всегда так, конечно, но приписываются мужской политике, то есть агрессивность, вот, энергичность такая, да, вот, жесткость там какие-то, вот даже авторитарные такие стили, да, вот, может быть, которые она применяет. Вот, и поэтому в этом смысле вот очень важно именно вот, вот почему вот эта квота, да, в 30% идет, это же не просто так, это было на основе исследований, да, что пока вот хотя бы 30% женщин не будет, например, во власти, да, то вот этой критической массы женщин не создается для того, чтобы поменять правила игры, для того, чтобы сделать политику немножко другой, ориентированная, как бы, да, на все общество, в том числе на то, чтобы решать специфические, как бы, да, интересы женщин. Вот, пока вот такого процента нет, очень трудно вот менять вообще вот женщинами самими, да, вот политику, которая существует, те правила и нормы, которые есть, пить рекомендации вот женщинам, которые вот, может быть, собираются баллотироваться вот на пост президента вот в предстоящих выборах, чтобы они обращали внимание на это. То есть мне кажется, это вот неправильная такая стратегия, что они пытаются дистанцироваться, да, наоборот, от женщин и сказать, что мы вот такие политики, такие же, как мужчины и так далее, потому что, хотим мы того или нет, женщины и мужчины, они разные, и политические решения, которые принимаются в государстве, они по-разному воздействуют на женщин и мужчин. Поэтому всегда вот эта разница будет существовать, и мне кажется, это нужно понимать. А что такое мужская политика у нас в Кыргызстане вообще? Что мы в итоге получили 25-летней мужской политики? Насколько она оказалась эффективной? Я предлагаю по минуте вот на этот вопрос, и потом мы будем уже общаться с аудиторией. Ну, наверное, я бы не стала там, да, делить там на вот мужскую и женскую политику, потому что вот эффект... А? На политику, да, политика. То есть другой вопрос, вот как именно стиль, да, может быть, какой-то управленческий стиль, может быть, да, можно об этом говорить, что какая-то разница, наверное, между женщинами и мужчинами существует, да, вот как она правильно заметила, что и вот до этого мы приводили цифры, например, что если, допустим, среди законодателей, да, женщин меньше 10%, то, значит, были такие исследования, да, то есть что, значит, если их меньше 10%, то вопросы, например, связанные с детьми, они не решаются, да, то есть законопроекты, которые касаются детей, они, как правило, не решаются, если женщин меньше 10%. Если 20%, то они начинают уже как бы решаться, да, и когда 30%, то считается, что это уже тогда та критическая масса, когда политика начинает приобретать другие характеристики, да, то есть вот одна женщина, депутат грузинского парламента, вот забыла имя, она сказала, что если женщина приходит в политику, она меняется, вынуждена меняться сама, а если много женщин приходит во власть, то меняется сама политика, да, то есть вот этим как бы все сказано, мне кажется, потому что чем больше женщин, тем больше они будут действительно вот обращать внимание на те вопросы, которые вот связаны именно там с семьей, там, с детьми, там, с правами женщин и так далее, да, с тем же здравоохранением, допустим. В этом смысле, конечно, есть такое отличие и так далее. Вот было бы хорошо, если вот, например, есть такой опыт, вот в Словакии там женщина, она возглавила правительство, вот в какой год тоже, это вот недавняя история, вот современная, да, новейшая история, я вот не помню год, но там она предложила увязать макроэкономические показатели с зарплатой чиновников. Вот можно было бы сделать так, и тогда вот была бы видна эта эффективность, потому что, к сожалению, у нас такого нету, да, и у нас независимо от того, какие у нас макроэкономические показатели, или как у нас экономика развивается, как у нас живут люди, чиновники получают свою зарплату и прекрасно живут. Вот, к сожалению, вот эффективность политики, вот, пожалуйста, вот такова. К чему мы идем с точки зрения истории, прогнозов, и с точки зрения науки об обществе? Мы идем к некой унификации, когда разницы между мужчиной и женщиной в политике, во власти, в производстве не станет. Или мы идем к тому, чтобы женщины и мужчины представляли интересы своих групп в равной степени? Может быть, можно говорить, если с такими широкими историческими мазками, может быть, периодом условно таких культурных революций, потому что в 60-е годы это тоже был процесс антиэстеблишмента. Ну, тогда это молодежь, включая женщин, и там гендерное, феминистское движение активно выросло на этой волне. Ну, молодежное, да, это тоже. И в этом отношении, скажем, ну, сейчас вот, если говорить, конечно, понятно, находясь в гуще событий, сложно оценить, что это важно или не важно, для нас все важно, то, что вокруг нас на данный момент. Может быть, есть, исходя из вот этих всяких тенденций и на Западе, но и где-то, и не только на Западе, что привычные правила политики, эстеблишмент и так далее, это, может быть, немножко становится уже не совсем нормальной формой восприятия многих. И в этом отношении какую роль могут выполнять какие-то группы, там, социальные, мужчины, женщины, нужно ли там варьироваться? Я, там, скажем, представитель какой-то этнической группы, я мужчина, там, я, там, представитель какого-то социального класса и так далее. Играет ли это какую-то роль в политике или в обществе в целом? Сейчас пока играет. Как будет дальше? Ну, в любом случае политика, это в любом случае, все менялось, но одно оставалось постоянным, это групповой процесс. Вопрос, как эти группы будут формироваться, по какому принципу, и будут ли играть значения, там, мужчина или женщина, ну, мне кажется, в ближайшем какой-то, да, более-менее даже отдаленной перспективе, это будет продолжать играть роль. Потому что люди всегда склонны объединяться с кем-то, и часто, может быть, против кого-то, там, скажем. И здесь это часто будет таким мотивом и для объединения, и для тех, кто хочет объединять. И мне кажется, что наше общество, в всяком случае, я не знаю, как там, какие-то другие общества в таком, условно таком развитом мире, куда движется, но у нас это будет все еще оставаться такой, основной рамкой формирования политических процессов. Вот, можно ли что-то придумать еще, и чтобы этот механизм был действительно работающим? Все-таки будет борьба с коррупцией, и внедряются вот эти меритократические принципы, потому что без этого качество управленческих элиты вообще, да, никогда не улучшится. Даже речь не идет о женщинах просто, вообще и о мужчинах, и о женщинах тоже. Потому что у нас, к сожалению, вот на госслужбе очень много непрофессионалов, дилетантов, и это тоже такой большой такой тормоз в этом развитии. Потом, следующее, это вот механизм, это может быть, опять же, действительно, вот эта общественная деятельность, да, так как у нас и происходит. Потому что многие женщины в виде альтернативы, вот именно вот по приходу во власть, часто идут в такие нейтральные сферы, да, вот именно вот социальные вопросы, там с детьми занимаются, там пожилые, там и так далее, да, вот, то есть неправительственные организации, которые работают, они тоже могут быть школами лидерства, да, вот, допустим, Асиаса, Сыкбаева, там, Никитенко, они пришли из гражданского сектора, да, вот в политику, да, чтобы женщины, они, вот, были более эмансипированными и приходили потом в последующем, да, на лидерские какие-то позиции. Для этого очень важно в Кыргызстане, например, не упускать такой вопрос, как социализация, да, социализация детей с раннего возраста. К сожалению, у нас пока вот этой социализации, пока, да, в социализации именно доминирующую роль играет религия сейчас, извините меня, да, к сожалению, получается так, что, поэтому, а религия, она что говорит? У мусульманской женщины свое предназначение, она должна сидеть дома, воспитывать детей и так далее, поэтому, конечно, это очень важный вопрос тоже. Поэтому у меня вопрос, может быть, есть какие-то механизмы, идеи, какие-то вот такие, ну, вот, инновационные, то, что вы сказали, чтобы все-таки обратить внимание и поменять этот, как бы, стереотип развития. Есть сейчас или нет? Спасибо. Я соглашусь с тем, что, наверное, и женское движение, оно немножко подустало, потому что, вы знаете, женскому движению приходится бороться не только за права женщин, а приходится бороться за другие ценности, которые женщины удерживают. Прежде всего, светскость. Когда было конституционное совещание, именно женское движение первое встало на защиту светскости. Потом уже другие, там, молодежь, другие группы интересов осознали, чем им это грозит, да, отсутствие этого. В этом смысле, так сказать, сегодня, вот, как она рассказала, в условиях, когда сужение поля, да, влияние со всех сторон, со всех сторон, это тут и политические, да, вещи, не буду говорить об этом, это очень трудно. И я должна сказать, что институциональной поддержки в женском движении, организациям, НПО сейчас нет, и поэтому приходится выживать. А система, например, госзаказов, она работает очень слабо. Но с квотами в этом плане, как бы, женщина, выбранная по квоте по лотереи, она не будет обязана никому, кроме воли случая, тому, что она попала. И у нее нет никаких обязательств ни перед каким партийным лидером, ни перед кем. И вот автономный человек может расти. Бишкек можно, скажем, БГК разогнать, разделить на 6 префектур, и в 6 префектурах выбирать там, скажем, по лотереи. А потом все эти люди становятся городским советом, и мужчины, и женщины. Они автономные политики, не связаны ни с кем. Я хочу сказать, что этот процесс, наверное, будет более динамичным, чем предыдущие 70, 80, 100 лет до этого. И, возможно, мы уже в нашей жизни сможем увидеть замечательную женщину-президента, которая сможет возглавить и очень мудро, и очень эффективно управлять страной. Во всяком случае, я надеюсь на эти вещи. Так что спасибо вам большое, и спасибо участникам за замечательные вопросы. Спасибо. Спасибо.